Приветствую всех дорогие друзья! Сегодняшнее видео будет о моем опыте начале майнинга новой, но уже нашумевшей по всему миру криптовалюте Чео. В моих первых достижениях в добыче и если это вас заинтересует, во второй части этого же ролика увидите все шаги настройки программного обеспечения для начала майнинга. Начну с того, что я, как и большинство обычных домашних пользователей не обладаю большими ресурсами ни по количеству видеокарт, ни по наличию больших массивов и объемов данных. Приблизительно 5-6 лет назад я полностью отказался от жестких дисков в моем компьютере и перешел на SSD. Я был просто счастлив получить абсолютную тишину отсутствия жужжания жестких дисков и жесткие диски отправились пылиться на полку и 5 лет вообще ни разу не подключались к ПК. Но вот настал момент, когда все мы услышали о выходе на биржу новой монеты Чия и мне стало любопытно, что же мне может дать мой старенький 2ТБ жесткий диск. Я не питал никаких иллюзий, но подумал, если то, что лежит совершенно бесполезно на полке, сможет мне приносить какую-то реальную денежку, будет просто замечательно. Предлагаю сразу взять БК за рога и я поделюсь, что получилось от первого дня майнинга на этот самый жесткий диск объемом 2ТБ. Все нюансы я опишу позже для тех, кому это будет интересно, а сейчас давайте сразу посмотрим на статистику добытой монетки. Я оговорюсь, что когда речь заходит о майнинге, будь то эфир на видеокарты или любой другой монеты, то эта информация актуальна только на момент записи видео. Возможно, на следующий день может эта информация стать совсем не актуальной или наоборот получить новый виток развития. Итак, перехожу на страницу выплат за майнинг на пуле HPool. Далее я поясню, что это такое. Начало добычи было вчера, 8-го числа в 8 утра. 2ТБ жесткий диск еще не полностью был засеян и на данный момент тоже в 8 утра, то есть приблизительно за сутки было накоплено 0,0039 монетки Чея. Курс сейчас составляет 1250 долларов за одну монетку. В пересчете на сегодняшний курс доллара 74 рубля мы получаем 360 рублей в сутки. Вы представляете, наш покрытый паутиной жесткий диск, который вчера мне был совершенно не нужен, сегодня может приносить прибыль. Это просто потрясающе. Неизвестно, конечно, что будет завтра, насколько увеличится сложность добычи, насколько изменится курс, но сегодня картина именно такая. Что же, я убедился и показал вам актуальную ситуацию, но даже с такой небольшой мощностью можно реально получать доход, а дальше уже могут остаться те, кому интересно, что для этого нужно иметь и как настроить свое программное обеспечение для начала майнинга. Я совершенно никого не призываю этим заниматься, но спешу поделиться своим положительным опытом. Далее каждый сам уже решает, нужно ему это или нет. Поехали. Вопрос первый. Что нужно из компонентов компьютера для добычи? Во-первых, это процессор хотя бы четырехъядерный, оперативный память, 4,8 ГБ, лучше 16 ГБ, наличие производительного, желательно NVMe, твердотельного накопителя SSD, но и без него можно обойтись. Я дальше скажу об этом. Ну и сам жесткий диск как можно большего объема. Все это железо требуется не для майнинга как такового, а для подготовки файлов, так называемых грядок, плотов, для последующей добычи чиа. А вот после подготовленных, засеянных жестких дисков требования к ПК в момент самого майнинга просто ничтожны. Нам не нужен ни производительный компьютер, ни SSD, ни большого количества оперативной памяти. Нужен любой современный офисный ПК, на котором способен запуститься Windows 10 и засеянный грядками, то есть уже подготовленный и жесткий диск. Все начинается с того, что нам нужно скачать и установить официальное приложение чиа блокчейн. Все ссылки будут в описании видео. Я не буду проходить все элементарные этапы установки. Открываем приложение, создаем новый кошелек, записываем у себя все 24 проверочных слова. Это так называемая мнемоническая фраза. Это будет наш пароль для подключения в других кошельках. В разделе участки выбираем добавить участок. Размер участка оставляем по умолчанию. Для начала создадим один участок. Далее в зависимости от мощности вашего ПК можно параллельно, то есть одновременно создавать несколько участков, но так как это очень трудоемкий и временный затратный процесс. Выбираем временный каталог. Это желательно быстрый SSD. Обращаем внимание, что размер временных файлов будет больше окончательного плота. Выбираем окончательный каталог. Это наш жесткий диск. Нажимаем создать участок. Процесс создания засева грядки довольно долгий и трудозатратный для ПК. У меня получились следующие данные на моем компьютере. У меня довольно мощный процессор QI9 10900, 16 ГБ оперативной памяти, NVMe SSD Samsung 9600 Pro на 1 ТБ и старый жесткий диск на 1 ТБ. На создание одного плота потребовалось 6 часов времени при использовании NVMe SSD диска на жесткий диск. А также я попробовал использовать только жесткий диск без SSD. То есть начальный и конечный каталог я указал один и тот же на жестком диске. Это заняло 13 часов времени. Одновременно с созданием первой грядки начнется синхронизация полного узла сетью. Это также занимает много времени, порядка часов 8-12 и происходит это только один раз. После создания грядки и окончания синхронизации закрываем чьи блокчейн программу. Далее станет ясно, почему его надо закрыть. Надо оговориться, что при создании грядок требуется ресурс вашего SSD, так как в момент создания файла происходит очень много хоззаписей и чтения на диск. Насколько конкретно в вашем случае это может быть безопасным для SSD диска, сказать невозможно. Но с помощью, например, программы CrystalDiskInfo можно приблизительно оценить начальное состояние твердотельного накопителя и следить, как он будет постепенно деградировать после засева грядок. Например, для засева одной 100-гигабайтной грядки у меня добавляется приблизительно 2000 гигабайт в хоззаписи. Ну а ресурс, заявленный производителем для данного SSD составляет 800 тысяч гигабайт. То есть для засева двух терабайт жесткого диска я потрачу приблизительно 40 тысяч гигабайт ресурса SSD или отниму 5% от его жизни. К сожалению, это немало. Итак, мы рассмотрели возможность создания грядки с помощью официального приложения Chia Blockchain, но также можно создавать грядки с помощью команды PowerShell. Это более удобно и более гибко. Далее я поясню почему и зачем. Как только будет создан первый плот и произойдет синхронизация, все будет готово для начала соло майнинга, то есть добычи монеты в одиночку. И вот тут начинается самое интересное. Официальное приложение позволяет добывать монеты только кратно одной единице. То есть добыть менее одной монеты невозможно. Например, с одной засеянной грядкой предполагаемое время нахождения монеты составляет аж 17 лет. К тому же кому-то может повезти, и он откопает монету с засеянных двух терабайт, а кто-то не может в течение месяца найти монету с мощностями в 200 терабайт. И вот для таких как вы и я с нашими микро мощностями есть другая возможность майнинга. Это майнинг на пуле, то есть в общак. Группы лиц добывают монету совместно и каждый получает заработок кратно своей мощности. Есть одно но. На данный момент времени минимальная сумма для вывода денег это намайнены и найдены 0,2 монеты чья. Если исходить из сегодняшней суточной статистики майнинга, то есть тридцать девять десятитысячных монеты на двух терабайтах потребуется приблизительно 51 день для возможности вывода денег. Собственно, если вас это не останавливает, идем дальше. На данный момент времени есть два пула для майнинга. Оба размещены в Китае. Как мы видим, в ближайшем будущем произойдет открытие и других пулов. Но это в будущем. Вы должны выбрать между Hpool и UUpool. Я буквально в течение суток попробовал оба варианта и Hpool мне показался более стабильным и менее глючным в процессе использования, но менее простым в момент регистрации. Давайте переходить к регистрации на Hpool. Заходим на сайт. Выбираем английский язык. Выбираем регистрация. Вводим свои данные. Почта должна быть на Gmail, например, так как на российские сервера типа Яндекс или Mail.ru сообщения не приходят. Получаем пароль на почту. Вводим его. Заходим в свой аккаунт. Далее заходим в раздел безопасность. Наша задача включить Google верификацию, чтобы в дальнейшем все важные действия проводить с помощью аутентификатора Google, а не через телефон. Но есть одна загвоздка довольно большая. Проблема для российской и стран высшего СНГ части аудитории. Для регистрации Google верификации необходимо сначала зарегистрировать телефон, а это не получается сделать, так как к нам не приходит SMS. Придется использовать другие сторонние сервисы для получения SMS. Я перепробовал пару десятков из них и даже покупал себе номера пару раз, но у меня ничего не получилось, либо я вообще не получал SMS, либо получал текст с кодом, который не подходил. В конце концов, я нашел работающий сервис. Это FreePhoneNAM. Ссылка тоже будет в описании. Я делал этот процесс в 6 утра и был в полном одиночестве, судя по полученному другим SMS. Так что рекомендую это делать не в час пика. Переходим по ссылке. На странице HPUL в разделе безопасности нажимаем «Привязать телефон», выбираем страну Канады с индексом плюс один, вбиваем номер сервиса FreePhoneNAM, получаем SMS с кодом, вводим и подтверждаем свой телефон. Затем привязываем Google верификацию, скачиваем приложение на телефон, если его нет, и сосканируя вход с сайта, вводим код из Google верификатора, еще раз получаем SMS на наш виртуальный номер и, наконец-то, получаем включенную опцию Google верификация. Все. Теперь при выводе денег мы сможем обходиться без фейкового виртуального номера телефона. Теперь идем в раздел «Донлоуд центр», скачиваем Chia Plotter и Chia Miner версии для Windows. Запускаем Chia Plotter. Здесь перед нами встает дилемма. Для подключения к сервисам HPUL или UPUL необходимо предоставить свой ключ, ту самую мнемоническую фразу из 24 слов, которую мы записали в момент регистрации основного Chia Blockchain. Это неприятно, но нам с вами, у которых нет никаких многомиллионных терабайт данных у уже заработанных монет, терять нечего, поэтому я не вижу сложности предоставить эти данные для регистрации. В первое поле вводим все 24 слова через пробел, лучше копировать, чтобы не допустить ошибки при вводе. Как только мы ввели 24 слова, нажимаем SIN и получаем сгенерированный код. Проверяем поле Fingerprint. Этот номер должен совпадать с тем, что мы имеем в Chia Blockchain. Если он не совпадает, внимательно проверяем опять же вбитую мнемоническую фразу. Если все ок, то выделяем и копируем подпись в сигначе. Идем обратно на HPUL. Раздел персональный центр. Открываем POOL. Нажимаем All. Выбираем Chia. Нажимаем Go to Configuration. И в поле подписи сигначи вставляем скопированный ключ. Нажимаем кнопку Bind. Подтверждаем паролем из Google верификатора. Все. Мы привязали POOL. HPUL Plotter можно закрывать и он нам больше не нужен. Теперь открываем скачанный ранее Chia Miner. Запускаем GUI. Это графическая оболочка. Верхняя правая кнопка это означает установки. Возвращаемся на HPUL. Заходим в конфигурация POOL. Копируем отсюда API ключ. Вставляем его в Chia Miner. Ставим галочку. Это подтверждение того, что будут сканироваться пути на жестком диске, который мы укажем и я поменял время в минутах, как часто будет обновляться информация о погрядках на жестких дисках. С 60 я уменьшил до 15. Ставим английский язык и сохранить. Теперь нажимаем на нижнюю кнопку справа. Добавляем пути, где у нас размещены готовые грядки плоты. Все. Майнинг Chia начался и в течение пары часов в закладке награда мы увидим выплаты за наш майнинг. Прежде я говорил, что надо закрыть Chia Blockchain, основную программу, так как нельзя одновременно фармить и пул, и официальное приложение, так как вас просто заблокируют за это. Остается последний вопрос. Как одновременно майнить на пуле и создавать грядки, ведь если использовать Chia Blockchain нельзя? А именно для этой цели мы будем использовать PowerShell. В описании будет файл-пример, как настроить такой скрипт. Все достаточно просто. Скачиваем его, открываем с помощью блокнота, редактируем, указываем имя своего пользователя в Windows, где у Айс находится приложение Chia Blockchain. Обращаем внимание, такая же ли у вас версия приложения, может быть у вас уже более свежая версия. Тогда проверяем путь и редактируем в случае необходимости. Указываем название окна, просто чтобы нам понимать, что за задача запущена. Здесь указываем время задержки до начала работы скрипта. Чтобы параллельно засеивать несколько плотов, рекомендуется сделать задержку в 30 минут на последующие скрипты. В первом скрипте у нас нет задержки. Далее идет размер грядок К32. Это соответствует 100 ГБ по умолчанию. Далее используемая оперативная память для создания одной грядки. Значение U оставляем таким. Значение R это количество ядер процессора, используемых для создания одного плота. То есть, например, если вы параллельно засеиваете три грядки и у вас шестиядерный процессор, то надо указывать здесь два. Ключ T это раздел для хранения временных файлов, то есть это быстрый SSD-диск, где будет производиться. И ключ D это раздел и папка для конечного файла, то есть наш жесткий диск. Ключ N это сколько раз последовательно будет запущен данный скрипт. Например, в данном случае шесть. То есть при одновременном запуске трех таких скриптов будет сделано 18 грядок. Все. У нас будут засеяны грядки на нашем жестком диске для дальнейшего майнинга ЧИА на Hpool. Мы можем одновременно майнить на Hpool и сеять грядки. И последний момент, который я хотел бы показать. Для майнинга я предпочитаю использовать не графическую оболочку, а запускать консоль, которая также есть в скачанном Hpool майнинг. В графической оболочке не видно происходящего, а консоль наглядно показывает процесс майнинга, сразу видно, если есть какие-то ошибки и все ли грядки принимают участие в добыче. Вот такой немного замороченный, но интересный процесс. Надеюсь, мой личный опыт окажется кому-то полезным. Всем большое спасибо за внимание. Высказывайте свое мнение. Оценивайте видео. Оставляйте свои комментарии. Спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok